Стоит гора высокая, пейду король вай, зеленый гай, густесенький. Хоть голос в свои 92 и дрожит, но с песней, которая помогла пройти войну, Федор Степанович Смирный теперь готовится встретить и День Победы. Великую годовщину участник прорыва голубой линии отпразднует в Краснодарском госпитале ветеранов. Но не жалуется, наоборот, признается, компания здесь собралась хорошая, все фронтовики, знающие цену победы. Перевернулся сюда и в ногу рануло. Дальше встал, вдруг перевязал меня, все так за это разбито и в руку. Четыре ранения сразу. Навестил сегодня ветеранов исполняющие обязанности губернатора. Вениамин Кондратьев поздравил фронтовиков с наступающим праздником. Разговор, не успев стать еще официальным, сразу превращается в дружескую беседу, в которой руководителю региона ветераны признаются. Лечат здесь хорошо, врачи относятся как к собственным детям. А вот за стенами больницы, дома о таком отношении некоторые местные чиновники вспоминают лишь за пару недель до Дня Победы. 92-летний Федор Степанович Смирный никак не может добиться, чтобы ему подчинили протекающую крышу. Я живу один. Ну, помоют там. Крыша, надо поцелить. И здесь, пока по молоду был, все делал. Обещают, обещают. А придет, ничего не делает. Сохранить спокойствие после того, как фронтовик с закаленным войной характером жалуется на протекающую дома крышу, Вениамин Кондратьев не смог. Выйдя в коридор госпиталя, руководитель региона тут же звонит главе Тимошевского района, чтобы услышать объяснение, как на такое можно не обратить внимания. Проблема бытовая и очень обычная. То есть течет крыша. Но это же не проблема. Не нужно только из этого делать акции. Это должна быть системная работа. Постарайтесь сделать так, чтобы больше вопросов ветеранов, по крайней мере, по вашему району, не было. После незапланированного телефонного разговора, Вениамин Кондратьев просит главврача показать ему госпиталь, чтобы лично увидеть, в каких условиях лечат ветеранов Великой Отечественной войны. В главном терапевтическом корпусе к юбилею Победы в этом году заканчивают капитальный ремонт. Палаты больше напоминают номера в гостинице, а новое медицинское оборудование позволяет сделать исследования в несколько раз быстрее старых аналогов. Например, компьютерный томограф проводит диагностику за несколько секунд. А значит, лучевая нагрузка на пожилых людей в разы меньше. Примерное количество ветеранов сегодня находится здесь у вас. У нас рассчитано на 700 коек, причем они все всегда загружены. У нас в крае именно фронтовиков 10,5 тысяч человек. Мы за год можем пролечить при таком большом загруженности не более 13 тысяч. Кроме того, у нас еще труженьки тыла, блокадники Ленинграда, участники боевых, все больше 110 тысяч человек сюда везут самых тяжелых ветеранов. Именно самые тяжелые мы диагностируем и определяем тактику лечения. Но мы понимаем, что всех мы пролечить не можем. У нас создан телемедицинский центр, мы связаны со всеми территориями края. Мы консультируем и маломобильных ветеранов на дому, и консультируем все лечебные учреждения, определяем тактику лечения и определяем, если нужно, сюда тоже заезд. Сейчас госпиталь – одно из ведущих медицинских учреждений в стране. Здесь лечат не только ветеранов Великой Отечественной войны, но и всех боевых действий. Вениамин Кондратьев от имени президента вручает главному врачу медаль для госпиталя в честь 70-летия победы. После поздравлений руководитель региона снова заходит в палату к фронтовикам, прощается и напоминает начальнику госпиталя – ни одним косметическим ремонтом должна обновляться больница. Форму мы придали красивую, то есть внешне и внутри медицинское учреждение очень достойно выглядит. Понятно, что и стены помогают, но дома. А здесь в первую очередь должно помогать оборудование, современное оборудование. Да, оно не дешевое, но нет ничего, наверное, дороже, чем жизнь их, ветеранов. Все они должны быть с нами. Мы вот с Сергеем Ивановичем сейчас подумаем, посмотрим в течение двух-трех лет, постараемся сделать его первоклассным, сегодняшним и современным. Уже на выходе руководители региона обращают внимание на внутренний двор госпиталя. Пожалуй, только его состояние действительно напоминает, что больнице больше 70 лет. Вениамин Кондратьев просит главврача привести в порядок сад. Если необходимо, к этому подключат мэрию. В крупнейшем госпитале на Северном Кавказе с историей в тысячи спасенных жизней должно быть прекрасно все. От оборудования до внутреннего двора. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Дмитрий Ланин, Кубань-24, Краснодар.